Добро пожаловать на наш канал! Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем читать духовные наставления святых отцов. Свидетель Феофан Полтавский. Избранная. Не нужно смущаться тем, что бывает временами обуревание помыслов и страстей. Так и должно быть в духовной бране. Сначала нападают враги, потом бывает борьба и, наконец, победа. Но перед борьбой появляются враги. Жизнь наша есть непрестанная духовная брань. И потому нужно удивляться не тому, когда эта брань есть, а скорее тому, когда ее нет. Но чтобы быть победителем в этой бране, нужно правильно вести ее. А чтобы правильно вести ее, должно получаться в писаниях святых отцов. Но и самое чтение святых отцов должно быть правильным, а не беспорядочным. Старайтесь, скажу вам словами Преосвященного Игнатия Бринчанинова, читать книги святых отцов, соответствующие вашему образу жизни. Чтобы вам можно было не только любоваться и наслаждаться чтением отеческих писаний, но чтобы можно было прилагать их к самому делу. Христианин, живущий посреди мира, должен читать сочинения великих святителей, писавших для народа, научающих добродетелям христианским, идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятий вещественных. Также святитель Феофан пророчествовал. Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих последних временах. Я не говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто старцами. Приход Антихриста приближается и уже очень близок, но перед его приходом Россия должна возродиться, хотя и на короткий срок. И правитель там будет, избранный самим Господом. И будет он человеком горячей веры, глубокого ума и железной воли. Это то, что о нем нам было открыто. И мы будем ждать исполнения этого откровения. Судя по многим знамениям, оно приближается. Разве что из-за наших грехов Господь отменит его и изменит свое обещанное. Согласно свидетельству Слово Божье, и это тоже может случиться. Поэтому нужно каяться и молиться. В последние времена все же в России будет монархия. Это вызовет во всем мире враждебную реакцию. Враги поползут на Россию, как саранча. Но разве это война? Вот будет война, когда на Россию весь мир вооружится. И действительно, Антихрист представит Россию, как врага мира, ибо она объявит себя православной, когда православие вокруг исчезнет вовсе. Бог благоволил России дать то, чего никому не давал. Нынешняя народная одержимость пройдет по неизреченной милости Божьей, и народ наш исцелится. Народ обратится к покаянию и к вере. Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того православия, что прежде было, уже не будет. Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ восстановит православную монархию, и самим Богом будет поставлен сильный правитель на престоле. Он будет большим реформатором, и у него будет сильная православная вера. Он не зренит неверных иерархов в церкви, и сам будет выдающейся личностью, с чистой и святой душой. У него будет сильная воля. Он будет Божьим избранником, послушным ему во всем. Он преобразит Сибирь. Но и это все будет, как говорят святые, ненадолго. Вскоре будет то, о чем говорит апостол Иоанн в апокалипсисе из избранных наставлений святителя Феофана Полтавского. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале.